Всем привет, ребят! Сегодня у меня появилась возможность записать это видео голосовое. Как я уже говорила ранее, я не готова себя показывать, потому что я как-то вот не люблю, когда моё лицо в камере. Давайте я отвечу на ваши вопросы, которые вы мне написали под постом. Я посмотрела все ваши вопросы, начну, пожалуй, с первого. Как меня зовут? Я говорила, что если вы знаете, как зовут английскую королеву, то можете узнать моё имя. Дальше. Меня спрашивают, сколько мне лет. Это вот популярный вопрос среди подписчиков. Я много раз писала, сколько мне лет, и не все увидели этого. Ладно, вы не думайте, что я вру, но мне реально 21 год. Сколько времени ты тратишь на то, чтобы записать переозвучку? Я об этом тоже говорила, но скажу ещё раз. Зависит, сколько я в день переозвучиваю. Раньше, когда я не работала, я переозвучила, наверное, 5 видео. Каждое видео, вот это вот, оно получается минута. И, наверное, на одну переозвучку, точно не скажу, но уходит, наверное, максимум полчаса. Потому что я пока переозвучу, пока там голос повысю, понижу. Зависит, за кого я разговариваю. Там за взрослого человека, за ребёнка. Если, допустим, взрослый человек, я понижаю голос. Если, допустим, женский, я стараюсь свой оставлять, настоящий. Если детский, я его, наоборот, повышаю, чтобы писклявий был голос. Ты сама создала канал, или тебя кто-то подтолкнул к этой идее? Всё началось с того, короче, что я смотрела гоблинский перевод. Это было, наверное, лет в 16. И он мне так понравился, что я тоже захотела переозвучивать. Конечно же, я думала над тем, чтобы озвучивать с матом. Но, как вам сказать, мне не позволило воспитание ругаться матом. И, типа, чему мне учить детей ругаться матом? Как-то некрасиво девушки, уже взрослые, ругаться матом. Поэтому я старалась озвучивать свои видео без мата. Но вставлять при этом слова-паразиты. Ну, лучше, согласитесь, лучше вставлять слова-паразиты, чем мат. Люблю ли я своих подписчиков? Ребят, я вас, конечно, люблю. Знаете, когда я прихожу с работы, мне очень хочется почитать комментарии, что вы пишете под моими видео. И мне очень приятно, что многие мне пишут хорошие пожелания. Вот. Так что я вас люблю. Была ли мысль забросить канал? Да, у меня была мысль забросить канал. Потому что мне реально, ребят, было некогда. Я писала диплом. Ну, вы сами должны понимать. А, еще вот вопрос мне задали очень интересный. Где я беру идеи для смешной озвучки? Скажу вам честно, нигде. Взбредет мне что-то в голову смешное, я сразу начинаю это говорить. То есть блогеров тебя вдохновил. И вдохновляет до сих пор. Ой, ну, конечно, мой любимый блогер, конечно, останется Брайн Мапс. Мне даже очень порой интересно пересмотреть его скетч какой-нибудь. Озвучивать я стала, наверное, с прошлого лета. Да, с прошлого лета. Очень появилось желание посмотреть себя со стороны, как будет, ну, знаете, смотреться мультик с моим голосом. Потом я загрузила видео, и мне интересно стало, как на это отреагируют зрители. Смешно им будет или нет? И вот я была в шоке, когда мое первое видео набрало там миллион просмотров. Я сразу думаю, блин, ну, раз народу нравится, думаю, надо продолжать снимать. Какой у тебя цвет глаз? Цвет глаз у меня голубой. Цвет волос у меня русые. Если ты захочешь на меня посмотреть, зайди в мой ВК. Просто зайди вот ко мне на канал о себе, и там будет ссылка на мой аккаунт. А как я отношусь к хейтерам? Ребят, никак. Я просто их игнорю. Я, у меня сразу возникает мысль, если они там пишут что-нибудь плохое, типа, я думаю про тебя, ну, сделай лучше, ну, не нравится, не смотри, я никого не заставляю смотреть. Просто у меня плохо, сделай лучше, раз ты умеешь. А когда у тебя день рождения? День рождения у меня 15 мая. Мое домашнее животное, у меня есть кот. Мой любимый цвет, фиолетовый. По знаку зодиака я телец. Ну, и сейчас бы я вам хотела переозвучить какое-нибудь свое видео, которое я уже озвучивала. Ну, чтобы вы поверили, что это действительно я озвучиваю, что это мой голос, потому что меня бесит люди, которые пишут постоянно в комментариях, типа, это не твое видео, типа, я его украла. Ребят, меня нету в лайке и в тиктоке. Мои озвучки только в ютубе. Сейчас я вам переведу мультик «Я краснею». Думаю, фразы некоторые все помнят. Ты задолбал за мной бегать, мэмрик, я тебя сейчас сожру. А, я вся твоей мамке расскажу, что ты все продаешь себе ради денег. Мама, это нормально, у моей дочери переходный возраст. Переходный возраст в облике Чупакабри. Батя, батя, хватит спать. Батя, шо-то не ма, батя. Может, савон нигде не бухает? При этом, заметьте, голос, конечно, в видео писклявий получился, только потому, что я добавила повышение тона. А это вот в оригинале у меня, когда я озвучиваю, необработанный голос. Но также голос все-таки слышится, что это мой. Ну, надеюсь, я, ребят, удружила вам, ответила на все ваши вопросы, на которые вы хотели услышать ответы. Ну, а с вами был канал Тихий Смех. Всем пока!